Добрый вечер. В прямом эфире информационный выпуск «Итоги дня». На канале РТВ в студии работает Тамара Тушури. Сегодня в нашей программе. Кадровые перестановки в правительстве Грузии. Кахубань Дурашвели на посту министра финансов сменил его заместитель Дмитрий Гвиндадзе. Очередная встреча в рамках механизма по превенции реагированию на инциденты. Вдва не прошли переговоры по ситуации в Цхенвальском регионе. Общественно полезный труд вместо тюремного заключения в уголовно-процессуальный кодекс страны входят изменения. Кахубань Дурашвели ушел в отставку. С понедельника у Грузии будет новый министр финансов. О назначении Дмитрия Гвиндадзе сегодня объявил премьер Ника Гилаури. Планы нового главы финансового ведомства в сюжете Автоделла Тукуш. На посту министра финансов Грузии Дмитрий Гвиндадзе намерен продолжить курс своего предшественника. Новый глава Минфина обещает завершить начатые реформы и привлечь в экономику Грузии как можно больше инвестиций. Гвиндадзе, который в течение шести лет работал в министерстве финансов, хорошо знаком с ситуацией в ведомстве. На сегодняшний день много реформ, очень много преобразований, претворенные в жизнь. Это в первую очередь инфраструктурные преобразования. Это те процессы, которые были улучшены. Это улучшенный климат для бизнеса в Грузии. Поэтому направление очень важное и будет одним из моих приоритетов на этой должности. Дмитрий Гвиндадзе в 1995 году окончил Грузинский технический университет по специальности промышленное и гражданское строительство. В 1998 году закончил Парижскую дипломатическую академию по специальности международная политика. В 2003-м, в 2005-м годах учился в школе Кеннеди Гарвардского университета США. В 2007-м году прошел политический курс в Институте международного валютного фонда. С 2005-го года по сегодняшний день занимает пост заместителя министра финансов Грузии. Владеет грузинским, русским, английским и французским языками. Женат. Воспитывает двух дочерей. О назначении Дмитрия Гвиндадзе на пост министра финансов на специальном брифинге объявил премьер-министр Грузии Нико Гилаури. Уже бывший глава Минфина Каха Бендурашвили станет председателем наблюдательного совета почты Грузии. Премьер поблагодарил экс-министра за проделанную работу и подчеркнул, что именно благодаря Бендурашвили страна смогла преодолеть последствия глобального финансового кризиса. Я хочу поблагодарить Каху Бендурашвили за хорошо проделанную в Министерстве финансов работу. В 2010 году в Грузии был зафиксирован один из самых высоких показателей роста экономики. Дефицит же бюджета сократился с 9,2% до 3,4%, что также является его заслугой. Полностью снята проблема менеджмента внешнего долга. У нас новый налоговый кодекс, новые сервисы, электронное обслуживание. Решены проблемы на таможне. Очень много реформ, которые были осуществлены в Министерстве финансов, являются заслугой именно Кахи Бендурашвили. Каха Бендурашвили занял должность министра финансов 6 февраля 2009 года. До этого он был заместителем главы этого ведомства. Я хочу поблагодарить всю команду, которая помогла мне провести успешные реформы в Министерстве финансов. Дмитрий Гвиндазы в первую очередь мой друг. Я уверен, что он справится с теми задачами и вызовами, которые стоят перед страной. Кадровые перестановки в правительстве Грузии комментируют и в парламенте страны. Депутаты считают, что новый министр финансов сможет повысить показатели экономического роста страны и привлечь в экономику Грузии еще больше инвестиций. Я уверен, что на любом месте, где будет работать господин Бендурашвили, он будет очень успешным чиновником, бизнесменом и работником. Что касается нового министра, я думаю, что мы в большинстве будем с ним тесно сотрудничать. Я желаю ему успехов. У нас очень много дел, которые мы начали и должны продолжить. На посту заместителя министра финансов Гвиндазы в последнее время занимался вопросами внешнего долга. Он хорошо знаком с ситуацией в министерстве, и я думаю, что как глава ведомства он будет проводить успешные для страны реформы. По словам премьер-министра Грузии, новые кадровые перестановки правительства Грузии на данном этапе не планируются. Очередной раунд переговоров-два. Невстреча на линии оккупации прошла в напряженной обстановке. Какие вопросы обсуждали стороны и к каким договоренностям они смогли прийти. Подробности в репортаже наших корреспондентов из Шедокатли. Россия отрицает причастность к подготовке террористических актов на территории Грузии и в ответ предъявляет свои обвинения. Этот вопрос стал главной темой обсуждения на встрече в рамках механизма по превенции и реагированию на инциденты. Несмотря на позицию Москвы, официально Тбилиси вновь потребовала от России снижение террористической активности. В противном случае под угрозой окажется существование женевских переговоров. Мы еще раз заявили, что если террористические акты будут продолжаться, рабочие встречи и женевские переговоры не будут иметь будущего. К сожалению, мы не получили адекватного ответа от российской стороны. Лишь несколько дней назад был задержан человек, который направлялся из Ахалгори в Тбилиси со взрывчатым веществом. Если теракты не прекратятся, грузинская сторона прервет все переговоры. Обвинения российской стороны были направлены и в адрес наблюдательской миссии Евросоюза. Они обвинили ее в незаконном патрулировании вдоль линии оккупации, подготовке фото и видеоматериалов. Это, по мнению спецпредставителя Эдуарда Кокот и Мираба Чегоева, является превышением мандата наблюдателей. Обвинения осетинской стороны не имеют оснований. Наблюдатели миссии выполняют свою работу в рамках мандата, предусмотренного шестипунктным соглашением. У них есть полное право фотографировать и снимать видео и патрулировать у границы для создания реальной картины у границы. Миссия наблюдения Евросоюза работает в Грузии не первый день, поэтому такие заявления нас несколько удивляют. Наблюдатели выполняют свою работу, и у них есть полное право фотографировать и патрулировать на этой территории. Встреча не обошлась и без традиционных вопросов, таких как обеспечение безопасности местного населения, пересечение линии оккупации и факты незаконного задержания мирных жителей. Впрочем, есть и вопросы, по которым сторонам все-таки удалось договориться. В ходе переговоров было принято решение о создании специальной группы, которая займется расследованием инцидентов. Рабочая группа до следующей встречи должна представить детальную информацию об инциденте в Сачхере. Не первая для меня уже встреча – это конструктивизм, такой прагматизм, реализм, и когда все знают друг друга уже поменьше пустых слов и побольше к делу. Сегодня мы традиционно обсудили вопросы безопасности местного населения, а также вопросы незаконного задержания граждан при пересечении административной границы. Мы достигли договоренности о проведении совместных работ для очищения Салтвийского канала. Это подтверждает необходимость проведения рабочих встреч. Я надеюсь, что наши следующие встречи будут более результативными. Еще один вопрос, по которому сторонам удалось прийти к компромиссу, это проведение совместных работ для очищения Салтвийского канала. С помощью этого канала орошатся села Гористского и Каспского районов. После августовской войны они остались без подачи оросительной воды. Следующая встреча в рамках механизма по превенции реагированию на инциденты состоится 28 июля в Тване. Новое правительство Вануату подтверждает непризнание Абхазии. Сегодня власти островного государства распространили специальное заявление по оккупированному региону Грузии. Они называют ошибкой и нарушением международного права действия прежнего правительства, которое подписало соглашение с Маринеточным режимом Сухуми. Подчеркивается, что Вануату признает территориальную целостность и уважает суверенитет нашей страны. Признание независимости Абхазии было решением предыдущего правительства. Новый премьер-министр Вануату на Паке Натапе распространил заявление, в котором действия старого правительства называет ошибкой и аннулирует так называемое соглашение о признании независимости Абхазии. Новый премьер-министр отметил, что Вануату признают суверенитет и территориальную целостность Грузии. Грузия станет членом Североатлантического альянса, и Италия поддерживает этот процесс. Об этом заявил руководитель итальянской делегации в парламентской ассамблеи НАТО после встречи со спикером парламента Грузии. Тавид Бакрадзе ознакомил Сержио де Григорио с информацией о террористических актах, которые Россия организует в нашей стране. Кость отметил прогресс, достигнутый Грузии в проведении демократических реформ. Члены итальянской делегации обсудили Сбакрадзе вопросы безопасности и выразили благодарность грузинскому народу за особый вклад в операцию НАТО в Афганистане. Я хочу выразить возмущение по поводу участившихся террористических актов. Мы встревожены попыткой взрыва связного офиса НАТО, и мы очень рады, что ваши правоохранительные органы смогли пресечь этот факт. Люди, которые желают дестабилизации в вашей стране, не смогут добиться цели. Грузия обязательно станет членом Североатлантического альянса. Это желание вашего народа и правительства. Экономические и политические преобразования и успехи, которые наблюдаются в последнее время в Грузии, станут гарантом интеграции вашей страны в европейские структуры. Все страны-члены блока должны быть благодарны вашей стране за тот вклад, который Грузия вносит в миротворческую операцию в Афганистане. Италия является одним из тех государств, позиция которого влияет очень серьезно на решение НАТО и Евросоюза. Так что для нас очень важно, чтобы в парламенте Италии была группа депутатов, которые являются друзьями Грузии, которые понимают наши проблемы и которые поддерживают Грузию. Я думаю, что на сегодняшней встрече как раз мы встречались с такими депутатами, которые до конца поддерживают все эти вопросы, которые мы с ними поднимали. Изменения в Уголовном кодексе Грузии, принятые во втором чтении, парламент рассмотрел законопроект на последнем заседании весенней сессии. Альтернативное наказание за нетяжкие преступления, как избежать уголовного преследования, расскажет Нина Бицадзе. Парламент Грузии вносит изменения в Уголовно-процессуальный кодекс. Согласно коррективам, лица, которые совершили тяжкое или менее тяжкое преступление, вместо тюремного заключения смогут выбрать альтернативное наказание. Возместить нанесенный ущерб, заплатить денежный штраф или же заняться общественно полезным трудом. Выбор за обвиняемым. Мы шаг за шагом осуществляем либерализацию уголовной политики. Этот законопроект является еще одним шагом в этом управлении. Согласно новому варианту, прокурор имеет право не возбуждать уголовное дело против человека, который совершил нетяжкое преступление. Это позволит обвиняемым избежать судимости. Лицо должен принять те позитивные условия, после исполнения которых он может быть отстранен от уголовного наказания. И в том числе это подразумевает в себе выплату денежной суммы в пользу бюджета Грузии. Курс нулевой толерантности уже принес результат. Это подтверждают и статистические данные, согласно которым уровень криминала в стране значительно снизился. Теперь новый курс правительства направлен на либерализацию уголовного законодательства. Отныне прокурор сможет предложить правонарушителю альтернативный метод наказания, не возбуждая против него уголовного дела. Однако это может случиться лишь при наличии согласия со стороны пострадавшего. После пилотного проекта мы решили внедрить новые механизмы и в случае с совершеннолетними правонарушителями. На данном этапе мы приняли решение, которое поможет восстановить социальную справедливость. В случае совершения преступления не обязательно изолировать человека. Если лицо, совершившее преступление, готово возместить ущерб, нанесено обществу или государству, то оно не будет привлечено к уголовной ответственности. В то же время обязательно будет учитываться позиция пострадавшего. В парламентской оппозиции заявляют, что в законопроект необходимо внести больше ясности и конкретики. Христиан-демократы предлагают уточнить максимальный размер штрафа. А по мнению лидера Картули Даси, прокурор, который отказывает правонарушителю в альтернативном наказании, должен будет дать объяснение и представить четкие аргументы. Прокурор в случае того, что человек первый раз нарушил закон или что-нибудь и отказывает ему от этой нормы, пускай прокурор будет обязан аргументы предоставить обществу и самому подсудимому, почему он отказывается. Прокурор не должен принимать решение единолично. Мы считаем, что в этом случае может появиться риск коррупции. Необходимо установить и верхнюю планку штрафа на законодательном уровне, поскольку, возможно, в некоторых случаях сумма может оказаться непропорциональной нанесенному ущербу. Депутаты уже приняли законопроект во втором чтении. Однако не исключено, что до окончательного утверждения в закон войдут определенные коррективы. Сегодня же парламент принял постановление по отчету Народного защитника Грузии за 2010 год. Большинство поддержало проект партии власти. Согласно постановлению, парламент принимает к сведению доклад омбудсмена о нарушениях прав человека со стороны государственных структур, а также поручает Комитету по правам человека проконтролировать выполнение рекомендаций Георгия Тухуши. Напомню, что свой проект постановления был и у христиан-демократов. Оппозиция требовала, чтобы факты из доклада омбудсмена расследовала прокуратура. Большинством голосов депутаты парламента приняли постановление по отчету Народного защитника Грузии за 2010 год. Отныне парламентский комитет по правам человека будет осуществлять контроль за тем, как выполняются рекомендации омбудсмена. Хочу отметить, что часть рекомендаций уже учтена. Шаблонный текст, что мы выслушали отчет омбудсмена, это несерьезно. Должен был ставиться вопрос по-другому, должен был ставиться вопрос о ответственности конкретных чиновников, тех людей, которые... Часть из них должна была пойти в тюрьму, другая часть, мы должны были их освободить. К сожалению, парламент не дееспособен, чтобы это сделать. Слишком много уступок в обмен на Всемирную торговую организацию. Дмитрий Медведев уверен, что Россия вступит в ВТО, несмотря на позицию Грузии. Как поднять уровень грузинского футбола до испанского? Руководство мадридского атлетика находится в Тбилиси. Вы смотрите итоги дня на канале РТВ. Продолжаем выпуск. Новое психиатрическое деление и новые методы лечения психического расстройства. Грузия внедряет еще одну международную практику в своей системе здравоохранения. Первые результаты реформы в сфере психиатрии смотрите в сюжете Илона Библая. Современная инфраструктура, квалифицированные медицинские персоналы и благоустроенные места для отдыха. Такой сервис могут получить пациенты нового психиатрического отделения в реферальной клинике Тбилиси, рассчитанной на 30 мест. С опытом работы в сфере психиатрии с грузинскими медиками делятся польские коллеги. Для реабилитации клиники инвестиционная компания «Деван» выделила миллион долларов США. Грузинский рынок только что начинается развиваться. И мы подумали, что можно использовать наш опыт, который мы проходили 10-15 лет тому назад в Польше, чтобы перенести этот опыт на грузинский рынок. И так мы решили сделать инвестицию в Грузию. Мы будем лечить больше всего острых больных с регионов, с Тбилисских разных районов. Так что мы открыты, и здесь все условия, абсолютно все условия, чтобы дать кратковременную психиатрическую помощь с использованием новейших медицинских возможностей и в сфере знаний сегодняшней медицины. К реформе в сфере психиатрии МИЗРА в Грузии приступил после детального изучения состояния специализированных клиник. После завершения преобразований каждый пациент психиатрического отделения получит качественное медицинское обслуживание, а новые методы лечения будут способствовать их интеграции в обществе. Это одна из четырех отделений, которые в Тбилиси уже начинают принимать больных уже в течение этих дней. Мы постарались и постарались, и частые инвесторы, с которыми мы сотрудничаем, чтобы все условия здесь были в соответствии с международными нормами, и чтобы интересы и права этих больных были полностью соблюдены. Я очень рад, что вы видите первые итоги нашей реформы в психиатрии. Интеграция психиатрических отделений в общепрофильные больницы является международной практикой, которая теперь внедряется и в системе здравоохранения Грузии. В рамках проекта специальную переподготовку прошли почти все сотрудники психиатрического отделения. Они прошли тренинг, были тренированы иностранными специалистами, и, естественно, они будут использовать это уже в своей практике. А насчет медикаментов, у нас уже очень много представителей разных фармакологических фирм. У нас есть и грузинские аналоги этих навежных психотропных препаратов, но также мы будем использовать и иностранные. Курс лечения в государственных психиатрических клиниках является бесплатным. Государство финансирует как госпитальное, так и амбулаторное обслуживание, в том числе и обеспечение медикаментами. Согласно плану, до конца года будут реабилитированы все больницы в Грузии. Новая концепция профессионального развития педагогов Министерства образования Грузии дает учителям еще одну причину участвовать в научных и творческих конференциях и семинарах. Как избавиться от квалификационных экзаменов, выясняли корреспонденты Регион ТВ. За 7 лет 19 активов и 21 кредит. Министерство образования и науки Грузии предлагает новую схему профессионального развития для педагогов грузинских школ. Согласно представленной программе, если педагог наберет определенное количество кредитов за 7 лет, на 8-й год сможет автоматически получить сертификат. Эту схему учитель может использовать в течение 7 лет. То есть это альтернатива сертификационного экзамена. Я думаю, что многие учителя пойдут именно по этому пути. Швейцария, Голландия, Швеция – это те страны, в которых уже не один десяток лет существует схема по развитию педагогов. Учитель, участвующий в новой программе, освобождается от сертификационных экзаменов по специальности и общим навыкам. Кроме того, если за 7 лет педагог не добрал 21 кредит, он освобождается от одного экзамена. Новая схема по развитию учителей поможет нашим педагогам в повышении квалификации. На протяжении всей своей педагогической деятельности учителя будут осваивать современные технологии и методы обучения. Баллы можно будет набрать с помощью участия в семинарах, организованных Министерством образования, с авторством учебника или методического пособия, победами учеников на Олимпиадах. Все эти критерии в сумме составляют 21 балл. Пройдя все 19 активов и набрав 21 кредит, педагог сможет автоматически получить сертификат. В течение 7 лет он должен создать свой портфолио, который будет оценивать специальная комиссия. Эта схема очень важна, в первую очередь, для того, чтобы педагог всегда находился в центре всех тех инноваций, которые предлагает министерство. Помимо тех экзаменов, которые сдали уже учителя, эта схема поможет в течение 8 лет набрать эти 28 или 32 кредита. К этому проекту я отношусь оптимистически. С помощью схемы развития педагогов мы сможем принимать участие в научно-творческих конференциях. Чем больше развиты будут педагоги, тем больше навыков и знаний они передадут ученикам. Новая схема по развитию педагогов войдет в силу с нового учебного года. Принять участие в новой программе сможет любой сертифицированный педагог. Тема вступления России в ВТО снова попала. В ленте новостей Дмитрий Медведев еще раз пообещал решить этот вопрос до конца года. Но на этот раз он поделился и опасениями, что угрожает присоединению России к ВТО. И как отвечают в Москве, в Тбилиси. Тему продолжит Нина Чеберова. Россия в этом году вступит во Всемирную торговую организацию. Уверенность в этом президент России выражает не впервые. Но по словам Дмитрия Медведева, эту перспективу омрачает только одно – политические игры. В Кремле считают, что и членство России в ВТО хотят выбить неприлично много уступок. Но соглашаться на невыгодные условия Россия не намерена. Что касается ВТО, полагаю, реальным закончить работу уже в этом году. Если, конечно, опять не начнутся политические игры. Мы давно готовы к вступлению в ВТО больше, чем многие другие страны. И большие, и совсем небольшие. И все это прекрасно знают. Но из нас пытаются выбить неприлично много уступок. Такой подход неприемлем. И на откровенно невыгодные решения Россия не пойдёт. Невыгодными для Москвы по-прежнему являются условия Тбилиси. Грузия требует соблюдения устава ВТО. Прозрачность таможенных пунктов на реке Псо и на Рокском тоннеле – одно из главных условий открытости экономических границ. Если Россия хочет искать какие-то окольные пути или другую запасную дверь войти в этом, я не думаю, что это приведёт к успеху. Грузия ведёт переговоры, но, к сожалению, политизируя вопрос со стороны России и не решая те вопросы, которые являются краеугольными для членов ВТО, Россия сама дистанцирует от себя от ВТО. Заверения в том, что посредником на переговорах Тбилиси и Москвы является Швейцария и вмешиваться в Вашингтон не намерен, звучали не раз. Сомнения в однозначность позиций США вносят заявления представителей американского правительства. Последние – от посла США в России. Джон Байерли заявил, что вопрос вступления России в ВТО – приоритет администрации Обама. И в ближайшее время процесс приблизится к финишной черте. Прорывными, по словам дипломата, могут стать серьёзные переговоры двух стран. Переговоры Грузии и России, которые должны были происходить в Швейцарии, они перенесены. Я думаю, что в этом тоже есть какой-то смысл. И, естественно, грузинская сторона сейчас будет стараться так подавать эти факты, чтобы Грузия не пострадала от того, что Россия станет членом ВТО. Хотя бы рекомендации, которые, я думаю, для грузинской стороны будут очень-очень вескими, с американской стороны будут поступать. Сможет ли Москва снять барьер на пути к Всемирной торговой организации? Этот вопрос мы задали простым гражданам Грузии. Кто-то верит в успех России, а для кого-то этот вопрос принципиален. Как вы считаете, Россия вступит в вакцинированную торговую организацию? Я думаю, нет. Почему? Пока не уйдёт из Абхазии и Осетии. Немного ничего. Да, вступит. Россия сильная страна. Наверное, нет. Если Грузия не поддержит, не вступит. Однако, кроме внешней, у России есть и внутренние преграды на пути к ВТО. Первый вице-премьер Игорь Шувалов считает, что если спорные вопросы промышленного характера не будут ратифицированы Госдумой России, этот процесс затянется. Беларусь не войдёт в состав России, пока власти в руках Александра Лукашенко, белорусский лидер, не намерен вступать и в Евросоюз. Об этом заявил сам Лукашенко, комментируя журналистам экономические кризисы в своей стране и условия помощи от соседей. Он отметил, что готов закрыть границы в случае экономической катастрофы и импортировать только самое необходимое. При этом президент выразил уверенность, что до катастрофы и дойдёт. Сейчас жители Беларуси запасаются товарами, а власти девальвировали национальную валюту. Но Лукашенко обещает, что сложная ситуация в экономике продлится лишь несколько месяцев. Классика на языке пластики в Тбилисском театре «Пантомимы» с большим успехом проходят сонеты Шекспира «Любовь, измена и злой рок» английского драматурка в новаторском спектакле Давида Шеликошеля. В загадках успешной постановки разбиралась Анастасия Хатаяшель. По совести скажи, кого ты любишь? Ты знаешь, любят многие тебя. Но так беспечно молодость ты губишь, что ясно всем, живёшь ты, не любя. В Грузии всё делается с любовью, тем более Шекспир. А Шекспир на сцене театра «Пантомимы» делает даже не вкуса, а магического очарования. Сын основателя грузинской «Пантомимы» режиссёр Давид Шеликошвили настоящий почитатель великого драматурга. Сонеты Шекспира — это второй после «Тита Андроника» спектакль, который Давид решил представить на суд грузинского зрителя. Однажды с сонетами Шекспира в театр Маржиншвили приехал на гастроли драматический театр из Лондона. Я большой поклонник Шекспира и не мог пропустить постановку. Но в тот вечер грузинский зритель не воспринял игру английских актёров. На сцене творилось что-то непонятное. И вдруг зал стал опустошаться. Зрители просто покинули свои места. После того дня в голове у меня засела мысль «А почему бы мне не попробовать?» Но я уже тогда на сто процентов знал, что на моём спектакле такого не повторится. И что я сделаю это гораздо лучше. Девять сонетов о любви, зле и пугающем хаосе на музыку Клинт Мэнсела, Роб Догана и Продидже. Музыка на сонеты Шекспира выбрана грузинским режиссёром. Более чем удачно. Когда наблюдаешь за каждым движением актёров на сцене, начинает казаться, что они действительно живут в трёхмерном пространстве четырёхвековой давности. И именно тогда призрачный хаос становится реальностью. Моя роль радикально отличается от всех ролей, которые мне приходилось играть на сцене театра Пантомимы. Скажу почему. В этом спектакле передо мной стоят две задачи — слово и тело. За сценой слышится голос моего отца, который читает сонеты Шекспира. А моя цель — выразить это на сцене в танце. Это новое слово в пластике и о Шекспире. Мы выбрали трудный путь — совместить в игре поэзию, внутренний мир и движение тела. Я играю Шекспира. Это интересно и одновременно безумно трудно, потому что нужно точно и визуально красиво выразить те переживания и эмоции великого драматурга в тот момент, когда он писал свои бессмертные творения. Ломать стереотипы и разрушать мифы сонеты Шекспира на сцене грузинского театра Пантамимы неизбежно становятся новаторским искусством. Руководство испанского клуба в Грузии «Мадридский Атлетико» будет сотрудничать с «Динамо» Тбилиси. Президент и генеральный директор знаменитой команды провели встречи в грузинской столице, о чем договорились стороны, расскажет Михаил Егиков. Новое руководство «Динамо» продолжает задействовать свои связи с Европой для развития самого именитого клуба страны в частности и грузинского футбола в целом. Бывший посол нашей страны в Испании, а ныне генеральный директор столичного клуба Зураб Пололикашвили, способствовал визиту в Тбилиси руководителя одной из самых популярных команд в Испании — «Мадридского Атлетико». Президент девятикратных чемпионов Испании Энрике Сересу и генеральный директор Климента Вальверде подписались «Динамо-контракт», согласно которому уже в ближайшее время начнется программа переподготовки грузинских тренеров и воспитания молодых футболистов. Испанским грандам есть чем поделиться с грузинскими коллегами. За более чем столетнюю историю существования «Атлетика» матрасники, как их ласково называют болельщики за красно-бело-полосатую форму, выиграли немало трофеев как внутри страны, так и на международной арене. «Динамо» — это перспективная команда, и мы намерены поделиться с ней своим опытом. Для того, чтобы клуб имел успех, очень важна квалификация тренерского штаба. Мы будем устраивать семинары и тренинги для грузинских тренеров, а также поспособствуем развитию юных футболистов. «Мы уже с сегодняшнего дня начинаем тренинги наших тренеров, и мы будем посылать и обмениваться с детьми, чтобы квалификация как и тренеров, и детей была осуществлена в клубе, который очень один из семинарных клубов в Европе». Цель визита высоких гостей из Мадрида не ограничивается интересами тбилисского «Динамо». Энрике Сереса и Климента Вальверде встретились и с министром по делам молодежи и спорта Грузии Ладо Вардзелашвили. Речь зашла опять-таки о повышении тренерской квалификации и развитии детского футбола. Не обошлось и без вручения именной футболки. Теперь Ладо Вардзелашвили может считаться полноценным членом мадридской команды. «Встреча была очень продуктивной. Мы побеседовали о ряде важных вопросов. Испанский чемпионат – один из лучших в мире и мадридский «Атлетика» – это особенная команда. Визит президента и генерального директора этого клуба – большая честь для нас. У этих людей огромный опыт, который мы обязательно используем». Помимо предусмотренных договоренностью мастер-классов для игроков и тренеров, не исключено и проведение товарищеского матча между тбилисским «Динамо» и мадридским «Атлетико» «Атлетико». Сроки и место проведения игры пока неизвестны, но эта встреча уже ожидается с нетерпением. Такой была итоговая программа 17 июня. В студии работала Тамара Тушури. Благодарю за внимание и до скорых встреч.